Магия Кино Магия Кино Я очень рад, что здесь все на уровне, что видно, что люди с душой действительно очень трепетно относятся к фестивалю, что все как-то вкладывают в эту частичку себе. География фестиваля обширна. 41 населенный пункт конкурсные работы привезли со всей России. Жюри пришлось потрудиться. По словам председателя жюри Егора Кончаловского, с каждым годом мастерство конкурсантов растет. Определить победителей становится все сложнее. Вот последних два года, вот тот год и этот год, они как-то выделяются. То есть, как-то очень повысился уровень. Ну, во-первых, больше работ стало. То есть, каждый год больше становится работ, поэтому, естественно, больше выбор. Но в целом, но в целом, очень особенный игровой кино, очень представительный был в этом году конкурс. Очень понравились мультики. Их было много. Это была самая крупная номинация в этом году. Прям было очень интересно посмотреть на работы ребят. Они действительно выросли. Я уже второй год в жюри этого фестиваля. И, конечно же, есть киностудии, которые с года в год принимают участие, подают свои работы из разных регионов нашей большой страны. И заметен рост. Философские, добрые, трогательные, патриотические. Каждый автор старался рассказать зрителю что-то свое. Представители Одинцовского округа тоже получили заслуженные награды. В котором поучаствовали в, наверное, двух номинациях с четырьмя работами. Три из них сегодня получили, еще немного, наверное, получат чуть позже, дипломы. Мы в основном подавали свои работы в патриотической тематике. Поздравления и теплые слова звучали в этот день не только со сцены, но и с экрана. Все участники конкурса были подключены к онлайн-трансляции. От всей души мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем за участие в окружном конкурсе фестиваля кинодебютов «Магия кино». Желаю фестивалю процветания, ярких открытий и поздравляю победителей. В этом году впервые Гран-при фестиваля получил Одинцовский режиссер Василий Мариунин с фильмом «Деда». Молодой человек недавно окончил кинематографический институт. «Это не только моя победа, но и всей съемочной группы», подчеркнул Василий. «Сценарий я писал довольно быстро, это заняло месяца 4. Предпродакшн продлевался 7,5 месяцев. Только 2,5 из них мы рисовали раскадровки. Еще месяц снимали пришуты, опять месяц перерисовывали все раскадровки. Потом в итоге половина кадров была снята импровизированно, без точной раскадровки. Актерам много предлагали. В фильме играл Владислав Котлярский, один из моих самых любимых актеров. «Работы, которые заняли первые, вторые и третьи места, ну и Гран-при, конечно, примут участие в показах различных. Например, вот мы работаем с библиотеками, и для библиотек раз в неделю у нас идут кинопоказы». «Одинцовский округ, он своеобразный авангардист фестивального движения Московской области. Более 40 фестивалей открытых у нас проходят на территории Одинцовского городского округа по различным направлениям сферы культуры». Это настоящая магия кино. Организаторы постарались сделать так, чтобы участники смогли максимально пообщаться, обменяться опытом, идеями и возможностями. В следующем году фестиваль вновь соберет друзей. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.